МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня выпуски. Между Алтуфьевским и Осташковским шоссе по внешней стороне МКАД произошел разрыв газовой трубы. Что же произошло и какое количество пострадавших разбиралась Светлана Кузнецова? Подведены итоги конкурса бренд района. 30 детей и молодых людей с ограниченными возможностями побывали в государственном Кремлевском дворце на балете «Щелпончик». Подробности в материалах наших корреспондентов. В начале выпуска о серьезном происшествии, которое произошло в понедельник на 89-м километре МКАД между Осташковским и Алтуфьевским шоссе. В процессе проведения профилактических работ произошел разрыв газопровода. Погибли три человека. По предварительным данным, сотрудники МОЗГАЗа проводили плановые работы. Труба не выдержала высокого давления и лопнула. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, прокуратуры, следственные органы, а также служащие МОЗГАЗа. Мощный взрыв газовой трубы 800 мм унес жизни ремонтной бригады водителей и двух монтажников. Сотрудники МОЗГАЗа проводили опрессовку труб, проверяли на герметичность и выносливость. И в этот момент раздался мощный хлопок. Пожара вслед за взрывом не последовало, и больших разрушений удалось избежать. Произошел разрыв трубы, и в результате разрыва погибло три человека. Газ не выходил наружу, то есть никакой угрозы ни обществу, ни окружающей среды не было причины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 316 «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц». Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Газа в момент ЧП в трубе не было, поэтому жители не испытали последствий в виде перебоев в газоснабжении. Светлана Кузнецова, Александр Славин, Максим Хмкишиев, ТВ МТИЩИ. К другим темам. 14 октября состоятся выборы главы МТИЩИНСКОГО района. Агитационный период уже начался. Сторонники кандидатов на эту должность проводят пикеты. В это время троим из 11 кандидатов отказано в регистрации. На настоящий момент уже разрешена уличная агитация. На специально отведенных местах сегодня можно встретить плакаты Михаила Соколова, Ольги Морозовой. Сторонники Виктора Азарова, так же как и агитаторы Соколовой и Морозовой, проводят пикеты с раздачей агитационно-пропагандистских материалов. Прохожие с интересом изучают агитационные материалы, задают вопросы сторонникам о той или иной партии. Пикеты проходят спокойно. Остальные кандидаты пока никакой активности не проявили. С 15 сентября будет разрешена агитация в средствах массовой информации. Кандидаты смогут донести до жителей района информацию о себе в наиболее удобной для них форме. Напомним, что принять участие в выборах планировали 11 кандидатов. Территориальная избирательная комиссия на сегодня зарегистрировала 8 из них. Троим самовыдвиженцам в регистрации отказали. По мнению членов ТИКа, сбор подписей в поддержку выдвижения прошел с нарушением законодательства. В соответствии с законом, минимальное необходимое количество подписей избирателей, необходимое для регистрации каждого из кандидатов, составляет 799 подписей избирателей. У кандидата Ионова избирательной комиссии признаны недостоверными и недействительными 215 подписей избирателей, собранных в его поддержку. У кандидата Баранова количество таких подписей составляет 185, а у кандидата Степкина 169 подписей. Таким образом, у указанных кандидатов было представлено в комиссию недостаточное количество достоверных и действительных подписей избирателей. Это является основанием для отказа в регистрации. У этих кандидатов есть возможность обратиться в суд, если они посчитают решение территориальной избирательной комиссии необоснованным. Марина Стафунина, Алексей Федосов, Константин Химичев, ТВ Матищи. В 15-м микрорайоне ведется активное строительство. Одна за другой растут не только многоэтажки. Недавно жители квартала новостройки получили в свое распоряжение еще один детский сад и школу. А теперь здесь готовятся к открытию филиала второй детской поликлиники. Необходимость в дополнительном помещении и увеличение штата специалистов назрела давно. Врачи второй детской поликлиники перестали справляться с потоком пациентов. Новое медицинское учреждение будет открыто на улице Юбилейной. Уже завершены строительные работы, в кабинетах расставлена мебель и смонтировано оборудование. Сейчас идет процесс лицензирования. К сожалению, мы не можем ускорить этот процесс. Федеральный закон, есть федеральный закон, но принимаем все меры по как можно быстрому вводу в эксплуатацию этого нового замечательного учреждения. Вся необходимая документация должна появиться на столах руководителей района в первых числах октября. И тогда открыть двери новой поликлиники для маленьких пациентов планируется без промедлений. Сюда принято решение перевести всю педиатрическую службу. То есть на летные мы оставим своего рода консультативно-диагностический центр и работу узких специалистов. Здесь будет полностью педиатрический прием первичный. Жители сельских населенных пунктов также не остались без внимания. На одной из встреч с руководством района жители Марфина, Федоскина и других близлежащих к ним сел пожаловались, что не один месяц ждут приезда передвижной флюорографической установки. До сих пор такого рода обследование в селах Матичинского района проводилось силами одного из областных медицинских учреждений. Выяснилось, сегодня оно не справляется с потоком заказов. Рассмотрев иные варианты, управление здравоохранения организовало выезд передвижной флюорографической установки в сельское поселение Федоскинское. Все желающие смогли пройти обследование 4 сентября. Работа была организована, на мой взгляд, в достаточном объеме, потому что прошло флюорографическое обследование 155 человек. Работали полный рабочий день. Ну вот настоящий момент, насколько мне уже сообщили, что все данные обработаны и готовы уже предоставить населению. По итогам обследования врачи выдадут своим пациентам заключение и в случае необходимости назначат лечение. Надежда Трифонова, Константин Химичев, ТВ Матища. В конце прошлого года по инициативе отдела по развитию туризма и народных промыслов стартовал конкурс «Бренд района». Основной целью его проведения является разработка и продвижение туристического бренда нашего края, который включает в себя эмблему и слоган для дальнейшего использования их в качестве символики. Прием заявок на участие в мероприятии завершился в апреле. На днях в администрации Матищенского района конкурсная комиссия подвела итоги. Конкурс «Бренд района» состоит из семи номинаций. «Бренд», «Сувенир», «Туристический маршрут», «Оригинальный макет», «Самый лаконичный образ», «Ландшафтное применение», «Лучший слоган». На заседании конкурсной комиссии было принято решение объединить некоторые номинации в одну и выявить победителей по трём из них – «Бренд», «Сувенир» и «Слоган». Задача перед жюри стояла непростая. Из более 60 присланных работ нужно было выбрать лучшее. Студенты кафедры дизайна Московского государственного областного университета к конкурсу отнеслись с большим интересом. От них поступило 25 работ. «Очень есть интересные, очень есть творчески способные студенты. И я считаю, что они очень даже так ответственно и как бы где-то так осознанно подошли к этому делу». Имена победителей объявят 29 сентября на празднование культурно-этнического фестиваля «Чаепитие» в Мытищах, который пройдёт на площади около районного дворца культуры и досуга «Яуза». Татьяна Захарова, Алексей Федосов, ТВ Мытище. Администрация района преподнесла подарок семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. 30 ребят вместе со своими родителями побывали в государственном Кремлёвском дворце на балете «Щелкончик». В этой поездке их сопровождала наша съёмочная группа. На сегодняшний день в Мытищинском районе живёт более 400 семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. Для таких ребят очень важно чувствовать себя неброшенными и жить, по их словам, как все. Администрация района старается помочь им. Для таких семей организовывают походы в театры, музеи. Они ездят на всевозможные экскурсии. Им обеспечивают возможность отдохнуть и поправить здоровье в летнее время. У нас уже несколько лет подряд для детей с ограниченными возможностями покупают специально из местного бюджета путёвки в летний период, тогда, когда отпуска, и когда дети не учатся. И самое главное, они едут коллективно. В этот раз ездили 15 семей в Анапу и 5 семей ездили в Есентуги. На день рождения Мытищинского района администрация вновь преподнесла им подарок. 30 ребят и молодых людей с ограниченными возможностями от 7 до 30 лет посетили государственный Кремлёвский дворец, где посмотрели балет «Щелкунчик». Глава Мытищинского района Виктор Азаров провожал их на этот праздник искусства. Он отметил, что подобные мероприятия очень важны именно для таких особенных детей. Мы должны проводить политику социальной адаптации, чтобы они чувствовали, что для них доступно всё, что доступно и для нас. Это очень важно, особенно для этой категории детей. После недолгих проводов дети расселись в автобус и поехали в Москву. Спектакль превзошёл все ожидания. Яркие костюмы, завораживающие танцы, увлекательные истории девочки Маши и прекрасного принца, заключённого в тело уродливающего пунчика. Прекрасная музыка Петра Ильича Чайковского в постановке «Мариус и Петипа». Дети и их родители остались в восторге от балета и не скрывали эмоций. Мне очень сильно понравилось. Впечатления у меня замечательные. Понравился балет, артисты. Словами не передать. Это запоминающееся мероприятие. Почему? Потому что в глазах детей восторг, а у нас, у родителей, слёзы умиления. Но особым подарком для наших матищинских детей стала встреча с солистами балета. Артисты спустились после спектакля в зал, чтобы пообщаться с ребятами. Они уверены, что встреча со сказкой очень нужна всем, а особенно детям с ограниченными возможностями. Верили в чудеса, в то, что мечты сбываются, верили в прекрасное. Мне кажется, это важно для них, потому что увидеть, понять и как-то, может быть, над чем-то задуматься. Может быть, прийти к родителям, спросить, мама, почитай мне щелкунчик, мама, почитай мне ещё сказок. Не покажи мне телевизор, а давай посмотрим картины и так далее. То есть, ну, какой-то побуждающий фактор. Каждый из ребят ещё долго будет вспоминать, как побывал в сказке. Галина Данилова, Максим Назаров, ТВ Матищи. Уважаемые телезрители, в связи с прямой трансляцией первого домашнего матча хоккейной команды «Атлант», прямой эфир с главой района Виктором Азаровым переносится с 13 сентября на 20-е. В перерыве между вторым и третьим периодами матча смотрите выпуск информационной программы «День». Эфир телекомпании «ТВ Матищи» можно смотреть в режиме онлайн. Новости программы и спецпроекты на нашем сайте www.tvmyt.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй международный культурно-этнический фестиваль «Чаепитие в Матищах». Масштабное зрелище, сотни гостей из разных стран, город мастеров. Кузнецы, гончары, стеклодовы раскроют секреты мастерства, развернут торговлю коробейники. Вы увидите историческую реконструкцию мытищинского волока. Попробуйте национальное блюдо и ароматный чай с бубликами. 29 сентября в 13.00 у районного дворца культуры Яуза. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА